Всем привет дорогие друзья, с вами снова я Карен и сегодня я хочу рассказать вам о топовом чте на CSGO, за который вы не получите варбан и который можно скачать абсолютно без вирусов. Но вот только перед тем как продолжить это видео я хочу сделать небольшой конкурс на 100 рублей. Условия конкурса просты, просто ставите лайк под этим видео, пишите комментарий любой на тему этого видео и оставляйте ссылку на свою страничку вконтакте, точнее не ссылку, а ID. После этого я выберу рандомного победителя и отправлю ему 100 рублей на любой кошелек, либо киви, вебмани или яндекс. Ну и как же без нашего дискорд канала, как всегда ссылка будет в описании под этим видео, можете зайти, поиграть с другими людьми, просто попросить у кого-то конфиг вот в этой конфе, можете так же зайти в конфу проблемы, здесь будет полная инструкция о том как правильно скачивать чит и устанавливать его, а так же решение проблем с читами. Так, еще я давно не показывал вам как же скачать сам чит, в этом видео я хочу это сделать, заходите в описание под видео и выбирайте одну из двух ссылок, я допустим выберу первую, переходим и ждем. Так, здесь нас просят подтвердить что мы не робот, жмем просто кнопку разрешить и здесь жмем кнопку скачать бесплатно. На этой страничке опять жмем кнопку разрешить и ждем пока заполнится вот эта вот полоска, там где загрузка. Все, полоска загрузилась, кнопка у нас поменяла цвет, просто жмем на нее и ждем пока у нас скачается архив. Все, архив у нас скачался, теперь создаем просто любую папку, главное чтобы путь не содержал русских символов и просто переносим все файлы с этой папки вот сюда. Пароль будет 1, 2, 3, 4. Все, перенесли, теперь заходим в папку fonts и устанавливаем все вот эти вот шрифты. Все, шрифты мы установили, это нужно для нормальной работы чита и теперь запускаем сам лодер. Все, лодер мы запустили, теперь переходим в вкладку читы и здесь выбираем любой чит, я выберу чит топ и худ. Все, также хочу сказать, что вот здесь вот есть такая вот папка кфг для читов, заходите, выбираете любой чит и можете установить конфиг, если вам это нужно. Я этого делать не буду, так как мне это не нужно. Все, теперь запускаем саму игру. Все, кфг. Все у нас запустилось, я немножко просто понизил звук. Кстати, это тот же самый аккаунт с прошлого видео с праймом и как видим меня не забанили, то есть за читы вак не дают. Так, теперь сворачиваемся опять в наш чит. Сейчас я только браузер закрою, чтобы ничего не лагало. Все, сворачиваемся в наш лодер и выбираем чит ппхуд. Все, жму кнопку inject. Теперь в игре у нас должна быть небольшая такая музыка, то есть небольшой звук. И нужно подождать примерно секунд 20, пока мы сможем открыть чит. Все, чит мы успешно открыли. Вот так вот оно выглядит, самое последнее обновление. И сейчас давайте перейдем в карту с ботами. И я покажу вам как работает этот чит. Субтитры сделал DimaTorzok Все, игра у нас запустилась. Я покупаю сейчас оружие, так же я увеличил время раунда и уменьшил он по фристайм. И еще остановил ботов, чтобы было удобнее тестировать. Все, теперь давайте подбегу к врагам и мы протестируем наш чит. Так, давайте начнем с самой последней вкладки, это у нас миска. Переходим в нее и здесь, как видим, здесь сразу есть конфиги. Я до этого устанавливал два конфига легитных и они у меня здесь есть. То есть можем их просто сгрузить по кнопке load, сохранить по кнопке save и удалить по кнопке delete. Также можно создавать новые конфиги. Также есть функция анти-скриншот, то есть чтобы чит не палился на скриншотах. Также можно выбрать тему меню, старое либо новое. К примеру, давайте я сейчас выберу вот такую вот тему. Так, можно поставить также вот такое вот отдаление. Как видим, все это у нас работает. Можно поставить bunny hop, можно поставить air strafe. Можно поставить также отображение таблицы счета в матчмейкинге. Также можно отображать ранги противников, если они есть. Но, как видим, я сейчас играю с ботами и рангов у них нет. Так, можно изменять также клан тег, авто применять матчмейкинг и также лист наблюдателей. Можно также перемещать его. Так, также здесь вот такая вот функция edge jump. Это новая функция, можете заменить на любую кнопку и проверить как она работает. А тем временем я нажал на tab и как видим клан тег по проходу у нас работает. Так, переходим во вкладку скины. Здесь сразу нажимаем кнопку enabled и выбираем любой скин. К примеру, вот такой вот. Также можно поставить износы, количество статтрека, можно поставить сид любой. И также можно ввести сам скин. То есть, если вы не хотите вот так вот по названиям, вы можете ввести любой ID. И у вас ID тогда будет другой и будет другой скин. Кидим, все у нас работает. Также можно менять ножи. Это вот здесь вот находится. Так, здесь просто ставите вот так вот knife take knife cut enabled. Выбираете любые скины, допустим, вот такие вот. И жмете кнопку update. Я беру нож и у меня появляется вот такой вот ножик. Очень красивый. То же самое можно делать и с перчатками. Просто выбираем любые перчатки. После этого жмем кнопку update и у нас все применяется. Вот такой вот у нас хороший скинченджер. Так, вкладка visuals. Давайте начнем, наверное, с эффектов. Эффект ночной режим. Можно вот так вот затемнение экрана такое сделать. Remove scope это удалить затемнение по краям экрана, когда вы скупитесь. Remove zoom это не будет зума, когда вы зумитесь. Remove recoil это удалить отдачу. Как видим, это вот так вот у нас работает. Remove flash это удалить флешку. Режим от третьего лица можно поставить. Можно поставить либо вот такой вот, либо заметить его на кнопку и включать и включать по кнопке. Можно включить также hitmarker и hitsound. Как видим, все у нас работает. А другой ESP можем его включить, поставить дополнительный радар. Как видим, когда я нажал кнопку радара, вот здесь появился противник. То есть будет у вас это показывать противника. Можно показывать purchase это покупки у нас. То есть будет показывать, что купили враги. Потом можно показывать также predictor гранат. То есть куда будут лететь гранаты. Можно поставить дополнительный прицел на снайперки. Все это можно выбрать по цвету, чтобы работало. Так, можно поставить также dropped weapons. То есть это оружие, которое вы дропнули. Можно подписывать либо текстом. Как видим, вот так вот это работает. Либо с помощью glow ESP. И все это у нас также променяется. И все это также меняется по цвету. То же самое можно сделать и с бомбами. Как видим, это у нас работает. Также можно сделать это с гранатами и с любыми другими вещами. Также можно поставить различные вот такие вот настройки. Также здесь вот такая вот функция под названием champs. Можем их включить. Как видим, у нас срабатывают champs. Можем выбирать любые виды champs, какие вам больше всего нравятся, и с ними играть. Также есть функция через стенки, чтобы у вас работали champs и через стену. Как видим, сейчас вот так вот я стою за вот этим вот фрагом. Тут и у кого враг у нас подсвечивается красным. То есть как бы преграда. То есть через преграду у нас вот так вот цвет работает. Можно поставить только enemy only, чтобы только на союзников. И также специальные десинг-чансы. Можно также включить обычное ESP на тиммейтов также. Можно включить off-screen. Visible only только когда вы видите противников. То есть через стену работать не будет. Sound only это только когда противники допустим топают. Либо перезаряжаются. Bounded box это вот такие вот боксы. Можем изменить цвет. То есть видимый это у нас будет, допустим, давайте сделаем желтый. И невидимый, допустим, какой-нибудь черный. Как видим, все у нас спокойно работает. Можно поставить полоску здоровья. Также можно поставить имя, деньги, арморы. Потом за флешен ли враг, за скуплен ли враг. Потом тот, у кого бомба. Тот, у кого... Точнее, просто отображать оружие. Потом информация о перезарядке. Информация о патронах. Информация о дистанции. И также в его ESP. То есть все это вот так вот настраивается. Очень все это классно выглядит. Так, следующая вкладка это у нас легит. Давайте ее включим. Можно поставить автоим, чтобы само стреляло. И автофайр тоже. То есть эти две функции включаем и будет само стрелять. Потом автопистол это для пистолетов сделана функция. Френдлифайр это огонь по союзникам. Флэш, смок и визибл чек это проверка на флэшку. Смок и джамп. Так, вот джамп чек это проверка на прыжок. Визибл чек это проверка на то, видите ли вы врага или нет. То есть будет через стенку даже работать, если вы не включите эту функцию. Он для инскопа это только когда вы прицелены. Потом отображение фолла можно сделать. Также можно отображать различные кости. Так, можно также поставить идею для какой группы вы настраиваете данный аймбот. Можно либо пистолеты, смг, потом винтовки, дробовики, снайперки и другое. Можем вот здесь включить. Стоп мув это чтобы мы просто останавливались, когда у нас срабатывает аймбот. Потом кость это голова, допустим будет стрелять только на голову. Негость это ближайшая, то есть ближайшей кости будет. Скан лекс энд армс это то есть будет и на ноги и на плечи работать. Потом можно поставить по сайлент айм, увеличить фоу, увеличить шансы и так же когда у нас заканчивается. Можно поставить обычный фоу, можно поставить скорость. Потом можно поставить рекойл по иксу и по игреку и рандомизировать все это. Также можно сделать небольшую задержку по убийству. Так, есть такая же функция под названием триггер бот. Так, вот включаем ее. Потом френдли файр опять таки огонь по союзникам. Зевс аймбот это аймбот на Зевса. Потом на что будем настраивать триггер бот. Либо просто на оружие, либо по группам. Так, вот пистолеты, включаем пистолеты. Потом на какую кнопку будет срабатывать у нас триггер бот можете поставить. Потом хит шанс можете поставить. И выбрать так же кости куда у вас будет стрелять ваш триггер. Как видим триггер у нас спокойно срабатывает. Так, давайте теперь я отключу эти две функции. Перейдем на вкладку Rage. И сейчас протестируем эту вкладку. Все, прибежал я к врагам. Давайте перейдем во вкладку Visuals. Я хочу включить режим от третьего лица, чтобы показать вам антиаимы. Так, переходим в вкладку Rage, антиаимы. Потом включаем их сразу. Потом выбираем Slow Walk, допустим, на кнопку Shift. Сейчас я найду ее. Так, Shift. И так же выбираем скорость. Теперь я иду на Shift. И у нас медленно ходит персонаж. Также сразу можно поставить Crouch. То есть это приседание со Slow Walk. Можно поставить Fake Duck. Это очень быстрое приседание. Допустим, на кнопку Alt. Ставим просто кнопку Alt. И у нас быстро начинает приседать наш персонаж. И так же я сейчас нажимаю Shift. И у меня очень медленно идет сам персонаж. Так, сможем убрать функцию приседания при Slow Walk. И у нас будет вообще медленно ходить Прикс Наш и не будет приседать. То есть как кому удобно. Можем увеличить скорость. Будет ходить немножко быстрее. Так, можно поставить различные антиаимы. То есть допустим, когда мы стоим, у нас будут вот такие вот антиаимы срабатывать. Антисинки, Fake Lagi, допустим. И вот так вот это будет работать. Допустим, когда мы двигаемся, будет немножко другое. Допустим, вот это вот. И когда мы в воздухе, еще один тип антиаимов. Видим, все это у нас тоже работает. Тарс. Потом вкладка AIM Bot. Можем поставить Auto Fire. У нас Чит сразу будет всех убивать, как видим. Можем поставить AIM Step функцию. Потом Resolver. Это чтобы фиксить антиаимы. Потом Silent AIMing. Это чтобы срабатывал Silent AIM. Сколько видим, без Silent AIM. Сейчас у меня прицел просто переводился от одного к другому. И как только он наводился, начинал срабатывать AIM Bot. Если мы ставим Silent AIMing, то выстрелы будут моментальные, без доводки. Потом Backshooting. Это Backtrack. Friendly Fire. Можем поставить огонь по союзникам. Можем выбрать FOW. По которому он у нас будет работать. Можем выбрать типа AIM бота. То есть с отдачей, либо без отдачи. Как сканировать вага. Тот, у кого ближе к прицелу. Либо тот, у кого меньше хпшки. Потом Body AIM. Это можно поставить Body AIM. Чтобы стреляло только в тело. Я его не ставлю. Потом можно выбрать, на какую группу будем настраивать рейджбот. Допустим, сейчас выбраны пистолеты. Можно выбрать, куда будет стрелять. Допустим, вместо головы можно поставить какое-нибудь тело. Я вставляю голову. Потом Auto Stop, чтобы само останавливалось. Auto Scope, чтобы само оно прицеливалось. И Astro Volk. Это немножко прозрачные стены. Можно поставить также Hit Chance и минимальный дамаг. И также можно поставить Multipoint. Так. Вот так вот это у нас, в общем-то, работает. Ну что ж, давайте, допустим, сейчас я загружу наш легит KFG, который у меня здесь есть. Загружаем KFG. И теперь я знаю, что видео уже на 17 минут получилось. Но, скорее всего, когда я смонтирую, будет чуть меньше. Но все же я хочу сыграть в режиме 2 на 2. Вот такую легитную игру. И показать вам, что за данный чит меня не забанит. В общем-то, сейчас я зайду в игру. И мы протестируем наш чит уже в режиме. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 видео. Также ставьте свои лайки, пишите комментарии. Ну с вами был Карен, всем удачи и всем пока!